Продолжение следует... Президент подвел итоги уходящего года. Пресс-конференция Рауля Хаджимба. Ромео и Джульетта по-абхазски. Мюзикл в новогоднюю ночь. Акция «Стань Дедом Морозом». КБФ Ашана поздравил своих маленьких подопечных. Сегодня президент Рауль Хаджимба провел пресс-конференцию для представителей всех СМИ республики, на которой подвел итоги уходящего года. Глава государства отметил, как успехи, достигнутые в различных сферах, так и некоторые неудачи. Президент дал оценку нынешней общественно-политической ситуации в стране и обозначил приоритетные задачи на будущий год. Балакварчия расскажет подробности. Одним из самых положительных итогов прошедшего года президент Рауль Хаджимба назвал преодоление декабрьского политического кризиса в стране. Глава государства подчеркнул, что народ Абхазии еще раз проявил свойственную ему мудрость и достойно прошел это испытание. Президент назвал успехом уходящего года полный переход на казначейскую систему и активизацию банковской сферы в Абхазии. Сегодня практически все те действия, которые осуществлены в банковской сфере, способствуют тому, чтобы жизнь наших людей менялась бы в лучшую сторону. Люди стали получать кредиты. Да, они не самые большие, но проценты по этим кредитам, в отличие даже от наших соседей, от большого государства, намного ниже, чем где бы либо не было. Глава государства отметил успехи в курортной сфере, в частности, реконструкцию корпусов курорта Питсунда. К неудачам уходящего года Рауль Хаджимба отнес некоторые аспекты, касающиеся платежей за орех, в то же время подчеркнув, что общее направление этой работы верное. Многое из того, что уходит из Абхазии и заходит на нашу территорию, особенно в части, касающейся грузинской территории, мы получаем контрабандным путем. Почему мы не должны контролировать? Те, кто занимаются контрабандой с этой стороны, знают, что такое демпинговать на рынке. И многие из этих людей практически убивают наших производителей, местных производителей. Президент затронул сферы, в которых еще предстоит решить множество проблем. В частности, в сельском хозяйстве, в работе правоохранительных органов, в дорожно-транспортной ситуации, энергетике. Отвечая на вопрос журналиста о реорганизации энергетической сферы, Рауль Хаджимба обозначил основные шаги, которые будут предприниматься для преодоления кризиса. Сегодня практически сложилась ситуация таковая. К следующему году, вполне возможно, нам предстоит очень сложная работа с Ингургесом. Два водовода, которые долгое время не ремонтировались, придется останавливать и проводить соответствующие, очень серьезные работы. Это потребует как минимум до года. За этот период времени нам будет проговорить возможность подачи электроэнергии со стороны России. В каких тарифах и как это нам будет оказана такая помощь, будем договариваться. Вопросы журналистов касались самых разных тем. От закона об уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде, проблем выдачи вида на жительство для жителей Галского района, до состояния здравоохранения. Рауль Хаджимба ответил и на вопрос, касающийся Сухумского роддома. Я принял для себя единоличное решение. Буквально на днях позавчера говорил с министром здравоохранения. Будет это, наверное, неприятно для кого-то и для тех, кого это касается, но руководство роддома после Нового года, 15 числа, будет другим. Не остался без ответа и вопрос об ЭКЦ. Президент сообщил, что считает этот проект для Абхазии необходимым, и что он будет реализован уже в 2017 году. Рауль Хаджимба сказал и о необходимости ужесточения и неотвратимости наказания за ввоз и распространение наркотиков. Он также прокомментировал итоги последнего раунда женевских дискуссий. Я недавно буквально встречался с тремя господами, которые представляют женевскую площадку. Мы разговаривали с ними. Я думаю, что мы нашли понимание. Нашли понимание в том, что женевские дискуссии, да, нужны нам как возможность довести до мировой общественности свои позиции. Но не более. Женевские дискуссии не дают ничего положительного в части, касающейся Абхазии. Должна ли учитываться репутация человека при решении сбрания его в какие-либо государственные структуры? Такой вопрос был задан журналистам о конкретном случае с избиением гражданина Герхелия, в котором был замешан один из членов нового состава ЦИК. Должны быть, конечно, такие ограничения, понятия морали, но, к сожалению, я еще раз говорю, не всегда у нас все так складывается. Есть все практически на сегодняшний день. Есть видеозаписи, но отказ самого Герхелия от дачи показаний не освобождает этих людей от ответственности. Просто слабость, я еще раз говорю, нашей правоохранительной системы. Или все друг с другом связаны. Процесс продолжается. И материалы до сих пор находятся в военной прокуратуре. Идет соответствующее разбирательство. Пытались вынести эти материалы и на судебное разбирательство. К сожалению, я еще раз говорю, мы не увидели того объективного подхода, который должен был в таком случае быть. И поэтому опять по-новому идет процесс рассмотрения этих дел. Если человек понесет наказание, то, конечно, ему не место ни в ЦИКе, ни в других каких-либо уровнях. Комментируя вопрос о проблеме коррупции в стране, в частности, об итогах работы и управления по борьбе с экономическими преступлениями, президент сказал, что ожидал от него большего. Рауль Хаджимба также отметил, что до тех пор, пока во главу угла будет ставиться кумовство или личные связи, коррупция будет оставаться проблемой всего общества. Была Кварчия Саида Гухава, Абхазское телевидение. Полностью пресс-конференцию главы государства смотрите сразу после новостей. Политические партии и общественная организация Абхазии по инициативе партии Абсна обратились в парламент с предложением рассмотреть возможность внесения изменений в избирательное законодательство, в частности, в закон о выборах депутатов Народного собрания. Предложение сводится к тому, чтобы отметка ставилась в графе кандидата, за которого собирается отдать голос избиратель. Представители политических партий и общественных организаций считают, что их предложение обусловлено множеством факторов, в том числе и нашими обычаями. Морально-этическими нормами, уважительным отношением к оппоненту. Возможно, перечеркивая фамилии, мы совершаем сакральные действия, которые не способствуют объединению нашего народа, отмечаются в обращении. Обращение подписали все девять политических партий Абхазии. Абсна, Амцехара, Эра, Айнар, Демократическая партия, Народная партия Абхазии, Форум народного единства Абхазии, Народный фронт за справедливость и развитие и Единая Абхазия. Кроме того, свои подписи под обращением поставили общественные организации АРУА и Абсатгил. Соглашение о сотрудничестве между политической партией Айнар и общественной организацией Современная Абхазия подписано сегодня в Сухуме. В рамках соглашения стороны договорились, в частности, проводить согласованную информационную политику, направленную на доведение до широких слоев общественности позиций сторон по важным вопросам государственного строительства. Совместно организовывать и проводить мероприятия общественно-политического характера. Стороны намерены выступать совместными заявлениями по наиболее актуальным и важным вопросам внутренней и внешней политики Республики Абхазия. Государственному ансамблю народного танца «Кавказ» присвоено имя Кандида Тарба. Такое решение было принято на заседании коллегии Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии в целях увековечения памяти Кандида Тарба, кавалера ордена Ахтапша второй степени, народного артиста Абхазии и Южной Осетии, создателя ансамбля «Кавказ». К другим новостям. Акция «Стань Дедом Морозом» стартовала сегодня в столице. Как и каждый год, его организатором является культурно-благотворительный фонд «Ашана», который поздравил с наступающим Новым годом своих подопечных и подвел некоторые итоги деятельности за год. Репортаж «Сарисмор». Маленький Никита Самойлов не может скрыть своей радости. В канун самого волшебного праздника к нему в гости пришли Дед Мороз и Снегурочка. Сбылась его самая заветная мечта. Теперь у него есть настоящая спортивная стенка. Ребенок даже не стал дожидаться сборки конструкции и ловко взобрался по лестнице. Слова охотливый Никита рассказывал Дедушке Морозу, как он любит спорт и животных. А его мама с благодарностью говорила, как для них дорого внимания оказанная фонда «Машана». Вы знаете, он вообще давно об этом мечтал. У нас не было возможности самим приобрести такой все-таки подарок Деда Морозу на самом деле. У нас он лазил по этой нашей лестнице и все время мечтал, что он будет заниматься спортом. Спасибо фонду «Ашана», спасибо людям, которые помогают детям. Спасибо, что они дарят здоровье и что нас прооперировали, и нам уже можно вот такой подарок от Деда Мороза получать. Еще шестерых детей по всему городу поздравил сегодня культурно-благотворительный фонд «Ашана», в их числе и Николь Джинджолия, которая послала видеообращение Дедушке Морозу и попросила в подарок ролики и куклу. Дед Мороз пришел сегодня и к ней. Я остался чуть-чуть, и все еще до конца купе зеро. 20 детей подопечных фонда «Ашана» получат в этом году подарки. Акция «Стань Дедом Морозом» уже началась. До Нового года все игрушки будут доставлены по адресу. Эта акция стала ежегодной, и каждый год волонтеры помогают фонду «Ашана». Год завершается традиционно предновогодняя акция «Стань Дедом Морозом». Она всем известная, всеми любимая. С каждым годом активность увеличивается. И в этом году было такое отличие, что дети присылали не только письма, но и свои видеообращения. И подарки присылались не только с Абхазии, но и представители Московско-Абхазской диаспоры также активно приняли участие. Культурно-благотворительный фонд «Ашана» работает на территории Абхазии уже пять лет. За это время сделано многое. Собрано более 30 миллионов рублей, спасены десятки жизней. На попечении фонда большое количество детей, которые получают от организации ежемесячную помощь. И сегодня фонд «Ашана» осуществляет ряд проектов. В этом году год был насыщен многочисленными событиями, мероприятиями, благотворительными акциями, которые проводились не только нашим фондом, но и для нашего фонда различными инициативными группами. Благодаря чему общими усилиями было собрано более 6 миллионов рублей на лечение 23-х больных детей. Это огромный результат, это очень радует. И также хочется отметить, что в этом году мы заключили договор с новой клиникой в Москве по программе реабилитации и диагностика. И несколько детей уже получили лечение. Мы не стоим на месте, мы двигаемся, расширяемся, ищем новые возможности, чтобы наши дети, родители, которые обращаются к нам, получили квалифицированную медицинскую помощь. В преддверии Нового года все ждут чуда. И эти дети поверили, что оно существует. Маленькие радости жизни, будь это машинка, плюшевая игрушка или же ролики, доставили им много радостных минут. И это дорогого стоит. Сарья Смыр, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Чего же не хотели две равноуважаемых семьи, наконец-то смогли узнать зрители и пользователи социальных сетей. Нарт из Абхазии сохраняли интригу до последнего. 26 декабря в Государственной филармонии состоялась премьера мюзикла «Ромео и Джульетта» в Абхазском прочтении. Самая знаменитая трагедия Шекспира стала новогодней и смешной. О ее воплощении в жанр мюзикла в репортаже Симы Аргун. Перед репетицией и постановки актеры разминаются в гримерке. Нас встречают в необычных костюмах эпохи Возрождения. Все актеры узнаваемые роли исполняли и сами нарты, и местные артисты. Комедия, наверное, трагедия. То есть хорошее, плохое, добро и зло всегда рядом. Поэтому и выбрали «Ромео и Джульетта» одной из самых знаменитых вообще пьес, постановок. Так что попытались сделать это очень смешно. Я думаю, что зрителям понравится. Выбирали актеров, исходя из того, что мы хорошо в команде все друга знаем. И ребят, которые привлекали по образам, то есть пытались. На самом деле у нас «Ромео» не совсем такой, как он у Шекспира, он у нас еще другой, более комичный. Слегка только всего лишь романтичный. Каждой девушке хочется почувствовать себя светской барышней, тем более 17 века. Вот она, профессия актера. Наш век айфонов и новомодных технологий чувствует себя принцессой. Быть на балу – это очень приятно. Чувствуешь сразу себя такой барышней-барышней. Но я думаю, до конца получится ощутить, когда мы будем на сцене перед зрителем. То есть мы поверим в эту сказку на самом деле. Каждый раз нарты из Абхазии к Новому году готовят интересные юмористические проекты. В этот вечер зал филармонии был практически переполнен. Зрители в ожидании чего-то необычного и интересного. И как всегда нарты с этим справились на все сто. Превратив трагедию Шекспира, Ромео и Джульетта в мюзикл, появились и песни, и танцы, и, конечно же, очень-очень много юмора. Мы вам волыку с банкой мешаем, и этим мы никому не мешаем. Сюда смотрите все, о чем человек и на волне один. Лишь есть нюанс, мы лучше всех и лучше вас. Без спонсорской поддержки воплотить задуманное в реальность было бы невозможно. Компания «Амобайл» уже не в первый год помогает в реализации подобных проектов. Каждый год мы готовим интересную новогоднюю программу для эфира «Апсотер Хопшра». Несколько лет подряд делаем мы это вместе с нартами из Абхазии. Но особенность эфира этого года заключается в первую очередь в формате самого представления. Впервые это будет новогодний юмористический мюзикл. Для этой постановки мы привезли специальное сценическое оборудование. Ребята в первый раз предстанут перед зрителями в костюмах эпохи Возрождения. Как нам кажется, это позволит нашим зрителям встретить Новый год в хорошем настроении, с хорошими шутками и запомниться людям надолго. Да и вообще в целом хочется, чтобы весь 2017 год запомнился нам историями только со счастливым концом, как и Ромео и Джульетта в нашей интерпретации. Как и у Шекспира, события происходят в Италии и в Вероне. Но места очень узнаваемы для абхазов. Две враждующие семьи ведут междоусобные бои. По задумке постановщиков, красавицу Джули и семью Гудаулетти пытаются выдать за богатенького жениха. И даже устраивают кастинг. Но юная девушка отвергает всех кавалеров. А семья Чемчиреки никак не может женить своего Ромео. Все попытки тщетны. И все как по сюжету. Братья Ромео уговаривают юношу поехать на бал на вражескую территорию. Там-то и встречаются главные герои. Вы мне мою мать напоминаете, Ромео. Джульетта, пришли. Я хочу познакомить вас с моей бабушкой и дедушкой. Но твоя ночь давно. Они-то не растят уже давно. Нет, в кладбище работайте у господи. Пошли. Конец истории отнюдь не печали. Наконец все узнали, что обе семи из Гудаулетти от Чемчиреки желают только одного – счастья своим детям. Оттого и породнились. Совсем не по сюжету, скажете вы. Но ведь любовь выдержит все испытания. Авторы проекта уверены, что спектакль принесет массу удовольствия зрителям. Ведь его еще можно будет увидеть и в новогоднем эфире абхазского телевидения. Сима Аргун, Саидаеба, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ждается облачная погода, временами дождь, дождь со снегом. Температура воздуха ночью 24, днем 6-8 градусов. Температура морской воды 9 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова